Здравствуйте! Проект СМИРУ ПО НИТКИ и с вами я, Калашников Против Фестов. Итак, кое-какие я потуги делал в этом направлении какое-то время назад, но они немножко в другой плоскости были. В общем, смысл такой, что у нас иногда нужно сделать четверть циркуля полку, да, какую-либо, неважно какой радиус. Здесь в том, что я сейчас предложу вам, там это регулируется, то есть проблемы нет. Вот, но есть минимальная проблема минимального радиуса в 200 миллиметров, да, но часто нам, в принципе, все, что больше понадобится. Значит, тут какая проблема обычно? Вот здесь, либо есть риск заезда фрезы вот сюда, вот, то есть нет идеального перехода прямой линии в полциркуля, потому что, ну, постоянно стартовать, можно ограничить или ставить, ну, где-то фреза крутанет, может быть здесь выбоина, то есть вот этот переход не идеальный, поэтому я пошел немножко по такому пути. Сделал вот такую деталь, вот, у нее пазы отфрезерованы ласточкиным хвостом. Сделал здесь паз под замок и сам замок, как она крепится. То есть вот мы засунули, подтянули, перевернули, проверили, чтобы у нас здесь было заподлицо все. Если все хорошо, то подтянули винт. Все, она закреплена к фрейму. Теперь, какая штука? Вот эта вот, вот эта воображаемая линия, это и будет полчетверти. Ну, то есть четверть, вернее, да? Вот этот прямой участок, он просто для того, чтобы у вас фреза не клевала, чтобы она пошла дальше. То есть нормальный был заход и выход в деталь. А в принципе, вы деталь, ну, то есть вот эту приспособу крепите на искомые детали. Вот прям здесь ничего не надо высчитывать. Вы заподлицо с этой стороны. Вот, и используете пазовые струбцины. Вот это расстояние отсюда и отсюда, оно будет равняться вашему, ну, то есть вы высчитаете от края фрейма до режущей кромки фрезы. Соответственно, это у вас, у каждого будет индивидуально эту разметку делать. Дальше у каждого свое значение. Ну, в моем случае, что я делаю? Когда я выставил заподлицо с этой стороной, я померил рулеткой, допустим, до края. У меня здесь 14,8 сантиметра, да? Значит, я и отсюда откладываю те же самые 14,8. Вот это моя точка крепления. Дальше завожу струбцину. Раз. Ну, и в конце то же самое. Проверяю себя еще раз. Чтоб здесь все было хорошо. По сути, я использовал здесь пазы для того, чтобы на выезде, на козликах закрепить детали. Иногда ты не берешь с собой там полный комплект всего. И здесь такая возможность есть. Вы через пазы крепитесь струбцинами. Но на самом деле, вы можете и сверху прихватывать. Хоть на рабочем столе, как угодно. То есть, в данном случае, здесь эта плоскость нас не интересует. Нас интересует вот эта вот упорная плоскость. И все. То есть, она у нас рабочая. Здесь, как бы вы не закрепили на вашей детали, как бы вы не исхитрились в своих личных условиях, все будет правильно. Здесь никаких проблем не будет. И смысл этого всего, он простой. Вот стандартная, фестиволская. Я не люблю ничего. Если есть, допустим, уже готовая, то зачем что-то городить или что-то портить. То есть, это обычная, которая по шине ходит к фрезеру 14.00. И смысл наших действий, он такой. То есть, мы едем и поворачиваем. А наш искомый радиус, он достигается просто. То есть, мы отпускаем эту штуку. Выставляем то, что нам нужно. То есть, что происходит. Вот мы померили. Плюс-минус у нас там касается фреза, потому что деталь с припуском. Здесь мы фиксируем. Все. Перед работой я сразу поясняю, а то зрители часто ерундой страдают. А что ты не включил пылесос? Ну, потому что ты чертыхаешься на съемках. Этот шланг тебе мешает всего-навсю. Поэтому-то я никогда не использую пылесос. Это меня напрягает. Я думаю, что это по умолчанию, что пылесос должен быть подключен. Значит, первоначальное погружение будет небольшое. 2-3 миллиметра. Сейчас объясню, почему. Поехали. Иди сюда. На первый взгляд способ неоднозначный. Но на самом деле заехать сюда вы не можете. У вас это упирается. Вы хоть на пупе вертитесь. Вы отсюда сюда не заедете. Сюда заедете, но это не имеет значения. Если вы делаете серию деталей, и даже для одной детали, все равно этот способ вполне приемлемый. Потому что это меньше действия у вас вызовет. Даже для одиночной детали, чем если вы другими способами будете это делать. То есть у вас там больше, я думаю, плясок с бубном. Значит, что мы сделали? Когда мы прошли, у нас более-менее уже контур есть. Тогда мы взяли электролобзик и лишний убрали. И поехали. У меня не совсем в порядке рука правая. Поэтому я подчищаю в обратную сторону полностью вот эту всю музыку сейчас. за еще один проход. И вот результат. То есть вот почищал фрезой в финале. Вот у вас идеальный. Никаких ничего нет. Никаких прыжков, ничего. Вы сюда кромку клеите, и у вас деталь готова. Фактически можно серию делать, можно одиночные делать. Кто-то, кто не любит потом это все, чтобы не закреплять, можно эту деталь использовать как шаблон обводной фрезой. То есть, в принципе, это вы выбираете, чтобы поменять. Я вообще человек ленивый. Я люблю поменьше фигней страдать. Но для того, чтобы найти искомый радиус, мне представляется это довольно практичным способом. Даже если на первый взгляд он вам кажется не совсем однозначным. Абсолютно рабочий. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Продолжение следует...